Поздравляю вас, Адам, с успехом в Большой Маленькой Лжи. Потрясающий сериал. Просто отличнейшее шоу. Расскажите нам, кого вы играете. Я играю Эда, мужа персонажа Рис Визерспун. Она играет Мэдлин. Ее персонаж, он довольно достаточно погружен в непростые жизненные реалии. А я такой спокойный, тихий муж. Всегда стараюсь поддержать ее, успокоить, приземлить ее с небес. Но время от времени я сам нажимаю на нее. Ведь ее бывший муж все еще является частью ее жизни и эмоционально... Да, да, точно. В воскресенье покажут финал, и мы наконец-то узнаем, кого там убили. Верно. Люди спрашивают у вас, пытаются узнать, кто же на самом деле это будет? Постоянно. Типа подходят к вам со своими идеями? Да, каждый раз. Нет, они не предлагают свои идеи. Нет. Ну да, они просто постоянно пытаются угадать. И мне нужно сохранять интригу. Я пытался угадать. Да, да, у тебя были идеи, ты говорил... Что он там говорил? Он угадал? Кто там, по-твоему? Реально думаешь, что он убийца? Ну, либо он, либо Николь Кидман. Понятно. А я думаю, вас убили и убил вас муж. Вы думаете меня убили? Я думаю, вас убил бывший муж Рис Визерспун. Покажите мне, если я прав. Вот в этом-то и суть. Мне приходится создавать лицо, практически без эмоций. Пытаться вести в заблуждение. Поскольку, когда меня зажимают в тисках, пытаясь угадать, я такой типа, погоди, постой, чё? Повтори-ка. И я думаю, сбил много людей со следа таким образом. Но некоторые люди настолько сильно настойчивы, и мне приходится просто их как-то избегать. Задирались близнецы. Где? Когда? Ну, в школе конфликт начинался с нападения. Это не они. Какие близнецы? Ну, близнецы. Они близнецы. Я знаю. Они задирались в школе. Так. Два мальчика. Дети. Близнецы. Ты про запугивание в школе. А-а-а. Потрясающе. Ты меня запутал. Чё? Задирались? Близнецы. Близнецы. Не знаю. Правда не знаю. Рис Визерспун. Рис Визерспун. Что за Рис Визерспун? Видите, я просто абстрагируюсь, сбиваю вас с толку. Перри – это отец Зиги. Кто? Что? Давайте посмотрим отрывок «Большая маленькая ложь». Скоро будет финал на HBO. Я временами говорю себе, что люди в браке в какой-то момент перестают акцентироваться на сексе. Но потом узнаю, что другие пары, знаешь, уретры рвут. Ну, ты тоже, Эд, знаешь, как бы сильно не стараешься. Ты меня, если и затронешь, то только тогда, когда за визином тянешься. Потому что ты этого не хочешь, Мадлен. Мы никогда не говорили об этом, потому что тогда будет сложнее притворяться. Это иногда и есть – залог счастливого брака, не так ли? – умение притворяться. Приведух. Да, во всё, как бы не было. Кому-ка! Продолжение следует...